Услуги ЖКХ по графику без сбоев. Главная задача коммунального хозяйства – комфорт жителей района. В администрации подвели итоги прошедшего осенне-зимнего периода. В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации номер 103, по новой схеме обширялась проверка готовности всех организаций к отопительному периоду, начиная от управляющих компаний и заканчивая поселениями и самим муниципальным районом. От готовности Раменского муниципального района к отопительному периоду был подписан Ростехнадзором 28 декабря 2015 года. Отопительный сезон 2015-2016 годов прошел без серьезных сбоев и аварий. Социальные объекты и жилищный сектор были обеспечены теплом в соответствии с графиком. Технологические сбои устранялись в нормативные сроки. Силами УАО Раменского теплосельника и подготовки к отопительному сезону были проведены работы по ремонту, замене и модернизации изношенных тепловых сетей и оборудованию, в том числе значимые работы. Проведена частичная реконструкция котельных холодовок, по завершению которой запланировано на этот год возможность включения дополнительной нагрузки увеличится на 14,2 калории. Проведена замена 700 метров головного участка магистральной теплосети большого диаметра 600 мм от котельного восточника. В 2016 году Раменской теплосетью запланированы работы на 72 млн. рублей. Будет произведена замена в 15 км тепловых сетей. В 28 котельных капитально отремонтируют оборудование. В 11 котлы. Также предстоят работы на водоканале. УАО Раменским водоканалом запланирован капитальный ремонт 6 км сетей водоснабжения и водоотведения при конструкции 7 ВНС, в том числе на 2 с установкой станции водоочистки. Капитальный ремонт оборудования и зданий в 8 тонуляционно-насосных станциях. Планируется завершение работ по модернизации очистных сооружений в городе Раменская, в поселке Лиза-Лядер и всего работа запланирована на общую сумму 47,6 млн. рублей. В 2015 году реконструировали 62 км воздушных и кабельных линий электропередач. Введены в эксплуатацию 42 трансформаторные подстанции. Сезон для электросетевого хозяйства прошел без срывов. На подготовку к следующему предусмотрены работы на 190 млн. рублей. На самом деле были работы сделаны не маленькие. Мы работали в действующих сетях. Иногда те отключения, которые были, они были связаны с нашей работой. В этом году мы вкладываем в нашу электросеть 190 млн. Я так понял по докладу Кружкова, что это больше, чем все остальные коммунальные хозяйства. Типо сети, это и водоканалы, это и все остальные. Из них только 140 млн. это вкладываем в Галининскую электросеть. Деньги будут направлены на воздушные сети 10 км и 0,4 км. В районе идет активная подготовка к осенне-зимнему периоду 2020 года. 2016-2017 годов. Главная задача остается прежней. Бесперебойно обеспечивать жителей района теплом, светом и водой. Андрей Милентьев, Сергей Григорьев. Для программы Городские вести.